Всем привет! Вы на канале Чудо-огород Коротко и Ясный. С вами Лариса. Сегодня сделаю короткий обзор очень-очень, это можно повторять много раз, очень неприхотливого томата, про который говорят посадил и забыл. Я убедилась в этом сама и буду рекомендовать всем друзьям и соседям. Речь идет о низкорослом сорте банан красный. У него, по-моему, нет минусов, но начну с самого начала. Вот столько его на очень маленьком кусте. Просто усыпан. Специально оставила один куст, чтобы показать наглядно. Семена после посадки проросли все и быстро. И рассада получилась шикарная. Она не вытягивается, не болеет, не падает от черной ножки. В общем, идеальная. Плодов завязывается очень много, буквально усыпаны кусты вокруг. И при всей низкорослости кустов, естественно, что с наличием ветра они повалились все. Но я и не стала подвязывать, так как знала, что плоды доспеют лежа лучше под листвой. И не поджарются под палящим солнцем. Три недели назад у нас был ураган и повалило все кусты. Я вообще перестала ухаживать и поливать. А им ничего. Лежат себе и спеют. Сами плоды небольшие, продолговатые, красного яркого цвета. Все одинаковые. Для закрутки в целом виде самое то. Эти томаты долго хранятся и их можно вялить. И что важно, на маленьком участке при плотной посадке можно собрать до 3 килограммов с куста. А это очень актуально, у кого маленькие участки. Томат красный банан имеет 2-3 камеры с немногочисленными семенами и очень плотной кожицей. Этот сорт томата, как и в новичок, и персик очень неприхотлив и дает большой урожай на маленьком участке. Буду выращивать еще. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока.